Кто-то на автобусах, кто-то на личном автотранспорте, кто-то пешком. У Елшанского кладбища не протолкнуться. Несмотря на плохую погоду, Радоницу отмечают десятки тысяч саратовцев. С праздником! Православная традиция предписывает в этот день вспоминать усопших. В храмах идут заупокойные богослужения. Верующие ставят свечи, несут на могилы крашеные яйца и куличи. А вот выпивать на кладбище, по словам священников, не стоит. Употреблять, если это в какой-то разумной мере, например, у потребителя есть освященные куличи, кусители, пасхальные яички, в этом нет ничего страшного. Но, конечно, напоминать спиртным на кладбище, конечно, это традиция, которая не имеет никакого отношения к традициям церковным. Любовь Ивановна в Саратов приехала из статического района. Накануне напекла пирогов. Поминать нужно только домашней выпечкой. Так учила покойная. На Елшанском кладбище похоронена ее мать. Этот день для меня праздник. Я похожу к маме, наведываю ее. Поплачу. Своим горем поделюсь, какой у меня есть. Красивый, да? Большие, маленькие, искусственные и живые, скромные и не очень. От 10 рублей до 500. Сегодня ритуальную атрибутику продают даже на обычных рынках, не говоря уже о рядах у кладбища. Покупателей хватает, говорят продавцы. Но в прошлом году было больше. Наверное, связано с кризисом. Потому что цветочек, мне кажется, стоит не так дорого. Потому что батон стоит 36 рублей. Он на кладбище зарабатывает, поэтому лица просят не показывать. Военному пенсионеру стыдно. Раньше играл в оркестре, теперь здесь. Говорит, нужда заставила. Пособия не хватает. Кому нравится сидеть тут? Нам мы куда сначала к Сережке зайдем? Не нужно, снег, дождь. Бензин опять за неделю, в прошлое воскресенье подняли на 70 копеек. И сейчас в это воскресенье на 50 подняли копеек. И продукты поднимаются. А детей учить надо. Опять класс. Одни поминают, другие зарабатывают, третьи попрошайничают у выхода. И на самом по гости толпы просящих. По церковному учению еду не нужно оставлять на могилах, как это принято. Лучше отдавать ее нищим или голодным. Динара Дусалиева, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.